Всем привет! Меня зовут Степан, и вы на канале Скаро. Скаро мой творческий псевдоним, ведь я художник, и я создаю шедевры, связанные с автомобилями. Сегодня у нас вот такой замечательный чейзер. О, вот это з***о! Глядите, свежее мясо! А какие габариты! Ну что, ты готов, что твоя машина будет выглядеть немножко иначе? Да. Честно говоря, я пока не знаю, что выйдет, поэтому это все будет экспромт. Простым языком выражаясь, это будет все ведением руки. То, как получится. Я люблю именно только так работать обычно. Ладно. Меньше слов, больше сделал. Погнали! Кстати, время написать комментарий про то, что где мой респиратор. Я бы сам то же самое сделал, потому что это очень вредная цель. Вы можете обратить внимание на то, что я не замотал поверхность, потому что Вова хочет перелапировать в будущем этот карбон. И для того, чтобы без вреда удалить краску, просто берем обезжириватель, а потом можем его убрать. То есть, для того, чтобы его легко убрать, мы не мотаем поверхность и красим прям поверх глянца. Есть еще одна сложность, которая у нас сейчас появляется, а именно из-за жаркой погоды вот эта контурная лента любит сходить с места. Особенно после того, как мы покрасим. Поэтому нужно тоже за этим следить. На случай, если она сойдет, либо переклеить ее, либо уже обыгрывать рисунок. Кстати, вот тут, смотрите, краска практически с первого слоя легла хорошо. Что не скажешь про желтый цвет? Кстати, лайфхак. Если вы хотите красить желтым, либо светлым цветом, и бывает, что они не укрывают хорошо, вы берете, делаете базовый слой, кидаете белый, либо светло-серый, и поверх него уже осуете тем цветом, который вам нужен. Сейчас будет момент истины, получится ли у нас сохранить рисунок, когда мы будем убирать маскировку, или же все сойдет вместе с рисунком. Точнее, со скотчем. Вроде будет же. Короче, пока у нас сохнет слой, мы делаем дизайн трафаретов. Я взял надпись с прошлого видоса, видите, боец. Плюс у нас еще и тачка похожая по классу. Поэтому мы сейчас берем звездочки, всякие пламя, крайблые, и вставляем их сюда, потому что это нам супер сэкономит время. Ну, естественно, я еще от руки что-то рисую. Музыка Вот у нас получается рисунок, и вот такой вот он классный. Музыка Музыка Короче, я хочу добавить здесь некие фишки, поэтому мы возьмем вот так вот и сделаем вот такой вот над эффект. Музыка Итак, пока я там жду, что у меня подсохнуты слои для того, чтобы исправить косяки, я займусь бампером. Музыка Бампер вообще зачетный. Я вот сейчас отсюда смотрю, и выглядит реально по гоночному. Прямо она как будто прибавила еще лошадей 100 сверху. Начинаем самую большую часть, а именно флеймы, пламя, маках. Музыка У нас готово примерно 60%. Просто я не знаю, сколько здесь уже слоев бумаги, скотча и всего остального, но выходит вроде сносно. Многим ребятам понравилось, как здесь брызги выглядят, поэтому я подумал, что было бы неплохо добавить их на крышу. Музыка Осталась финишная прямая, а именно мы сделаем вот такие вот теги граффити. И это не то чтобы скроет, но это придаст как и динамику, так и стиль. Выглядит как будто это жженая резина, но при этом эта жженая резина строится в рисунок вот такой. Блин, прикольно смотрится, что скажешь. Да, круто. Дальше у меня должна быть чуть-чуть. Вот здесь, в самом красивом месте. Не покрасный. Нет, да пусть он будет вот такой въебанный, это тоже стиль. Ну что, друзья, мы закончили нашу покраску. Всего лишь каких-то 12 часов работы. И мы сделали эту тачку, пока не показывай. Давай скажем просто сколько это вышло. Это вышло примерно 15 тысяч сом. В рублях это, наверное, 14 тысяч. Плюс-минус. Плюс-минус 14 тысяч рублей и мы получили вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За промежуток времени в 12 часов, за эту сумму, что мы потратили на материал, это просто охренительнейший результат. Вы просто вгните, автомобиль превратился в гоночный болит. Настоящий дрифт-корч в стиле Animal Style. Сейчас я хочу вам показать мои любимые места. Одно из самых любимых и топовых это капот. Здесь было много правок, много нюансов, которые превратили как раз эти правки, нюансы в плюсы. Мне нужно было перекрыть косяки и тем самым образом у меня появились здесь дополнительные всякие элементы. Очень крутой контраст между цветами, вы только взгляните. Вообще супер просто. Далее мне нравится переход с бампера на арку. Вот такой вот красивый переход. И из ключевых это естественно первое, что мы начали делать. Это вот такой вот узор на карбоновом багажнике. Здесь у нас градиент из светлого в темный. Такой золотистый цвет получается. И из этих tribal как раз узоров мне очень нравится на правой стороне. Здесь прям получилось очень красиво. Кстати напоминает мою татуировку. Вы только посмотрите. Также мне очень нравятся вот эти вот теги. Черные с желтым. Это все переплетается. Выглядит как будто резина с искрами. Крутой номер вот с такими вот дефектами. Как будто это рваная бумага или что-то такого плана. Ну и естественно. Естественно крыша. Переплетение языков пламени. Здесь у нас идет вот такая вот тонкая аккуратная полоса на фару. Она держит баланс между вот этой полосой, которая также здесь асимметрична. При всем при этом дизайн выглядит очень сдержанно. Кстати вы можете опять же обратить внимание, что здесь находится номер. Там находится этот элемент. И в совокупности это выглядит все очень на балансе. Работа была сложной, но при этом для меня это не новинку. Но я последний раз сделал подобную планную работу довольно давно. Примерно уже прошло 4 месяца и я соскучился по этому. Но результат и вправду вышел классно. Пришло время показать вам мои картины, которые я делал на протяжении вот этого времени, что было с момента последнего выпуска. Давайте же я вам расскажу про них. Первый автомобиль это Lamborghini Countach. Countach в переводе с итальянского языка это восторженный возглас мужчины при виде красивых девушек. Я нарисовал этот автомобиль одной из первых вариаций. То есть без спойлера, без обвесов. Кстати, я вам расскажу интересный факт. Вы знали, что Countach никогда не выходил с завода со спойлером? Всегда это была уже дилерская опция. Дальше у нас идет Lamborghini Diablo. Мой один из любимых автомобилей от Lamborghini. И именно эта модель пришла на смену Lamborghini Countach. Вот эта тачка Golf версии под номером 22 занимала очень крутые места в гонках Le Mans. Этот автомобиль на сегодняшний день стоит колоссальных, феноменальных. Я когда его видел, просто охренел. Что-то там от 14 до 18 миллионов долларов стоит тачка под номером 22 Porsche 917. Я просто офигел. И последним из картин у нас идет Mercedes 560 Sec. Я выполнил его, используя только белую краску. Нарисал только блики. Это отсылка к моей одной из первых работ. Потому что я помню, что на момент, когда я получил сделать работу в такой стилистике, это было для меня чем-то новым, когда я как раз так ходил по технике. Все работы вы можете приобрести в ссылке в описании под этим видео. Приобретая данные картины, вы не только получаете частичку синдиката, который может украсить ваш офис, дом, работу, да что угодно. Но тем самым вы еще поддерживаете наш проект. Всем спасибо, всем пока. Ждите новых видосов.